Добрый день! Начнем с простого. В ходе заседания национального света реформ президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приватизации госимущества, который был принят Верховной Радой еще 18 января 2018 года. Одно из достоинств этого закона, как утверждают эксперты, он упрощает продажу государственных предприятий. Насколько это действительно станет просто? Просто так в нашем державе ничего не бывает. Есть законность, есть президентом подписанное, его можно внедрить уже в реализацию. Сегодня держава имеет свое имущество в целом стране. Есть ликвидное, есть неликвидное. Есть специальный закон, как это все покупать. И сегодня держава объявляет, официально продает имущество и реализует в других направлениях этих денег. То, что мы не зависели из европейских денег, вовремя все гостили, и страна развивалась, и ВВП расслуждая. Понимаете, сегодня мы переходим в экономике плановом, да, вот, который бизнесмен купил, держава дал возможность максимально развивать это направление, и плюс того, потом он заплатил и в налог в стране, и при этом появилось рабочие места, и появилось развитие, и второе, перезагрузка этого объекта. А кого будут больше всего привлекать, то есть украинцев или зарубежных инвесторов для покупки госпредприятий? Смотрите, госпредприятие всегда есть большая машина, да, вот, это есть система, которую надо знать, первый, надо знать, как его запустить, и надо знать, как он заработает денег. Нам не надо продать имущество, которое не будет работать. Все проданные должны быть максимально загружены и дополнительные рабочие места для наших граждан, доход державы и развитие этого предприятия. Поэтому держава продает такому человеку, у кого есть денег, и кто знает, как управлять эту систему. И здесь может быть европеец, может быть наш, я хотел бы, кто-то купил свой, да, вот, который родился, вырос здесь, да, и он развивал больше наших производственных базах, в которых мы сегодня стоим. Что интересно, недавно, пребывая в Сумской области, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что основной целью приватизации госпредприятий является привлечение инвестиций, повышение эффективности их работы. То, что вы, в принципе, сказали. Да. Но какие инструменты прописаны в законе для привлечения инвесторов? Как именно мы можем привлекать в связи с вступлением в силу этого закона? Смотрите, в привлечении инвесторов есть довольно очень много факторов. Давайте разберем. Сегодня держава развивается, сегодня в стране принимаются реформы, сегодня упрощается заведение денег, инвестиций и дать гарантии державам за то, что инвестор был спокойнее. И державу надо перезагрузить. То есть, то, что мы приняли с вами все реформы, начиная с децентрализации, да, и судебных реформ, оно должно быть все запуститься и внедриться в работе. Если этого не будет, какой начальник не был, все равно управлять систему будет тяжело. Для этого нужно время. И это время существует. И есть. И вот тогда и появляется гарантия инвестору, потому что он вложил деньги, свое забрал и налог заплатил. А вот как вы считаете, привлечет ли это больше иностранных инвесторов к нам в Украину? Потому что там есть довольно один интересный пункт, сейчас вам назову его. Это усиление защиты прав инвесторов, возможность применения международного арбитража и определения английского права договора по соглашению сторон. Могли бы вы нам вкратце расшифровать, что это значит? Вот очень широкое такое понятие. Но я вам хочу сказать, в первую очередь я должен в стране быть готовым, то, что ответит в Англии суду, это бизнесмен прав. Я его привлекаю у себя в державе. Мы привлекаем. И держава дает возможности и развиваться как бизнесу, так и инвестору. Он должен в меня поверить как в державе, я должен поверить в него как инвестору. Если мы не найдем договоренность, ну, середину и не договоримся, да, тяжело будет управлять и мне, и вам. Поэтому держава все будет делать для того, чтобы дать гарантию каждого нашего инвестора. Давайте еще обсудим такой момент. Вот как вы считаете, какая страна прежде всего войдет как инвестор в Украину? Могут все европейские. У вас же есть какой-то прогноз? Нет, ну прогноз сегодня мы как в каждом стране работаем. За то, что они зашли к нам, да, мы должны построить систему, которую мы сейчас строим. Они идут. Мы поменяли вектор, понимаете? Мы работали с Россией. Практически все направления, бизнес, импорт, ну, практически было там. Сегодня мы полностью прекратили продажи товара и повернулись к Европе. Для этого нам надо... Причем вот в новом законе об этом и говорится, что этот документ запрещает участие в приватизации покупателям из России. Безусловно, он наш враг. Сегодня он агрессор. Понимаете, он закупировал нашу территорию, забрал. Сегодня, вот мы говорили, сегодня мы выиграли суд, там 20 миллиардов... Это сейчас будем обсуждать, да. Ну, знаете, вот это первый суд. Над Россией будет триллион недель, который сегодня, вот как державу Украину, ущерб нес, это Крив, это все наши территории, это Луганск, это Донбасс. Понимаете, в чем суд? А как я могу по-другому сказать? Какой торговли я могу иметь врагам, если он меня стреляет и забирает территорию, и убивает моих земляков? Ну вот, вы затронули тему по поводу вопроса, все-таки, да, что недавно произошло, это наш выигранный суд НАК «Нафтогаз» у «Газпрома». Давайте начнем его обсуждать. Я вкратце напомню, вот после решения стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза», «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзита газа с «Нафтогаз» Украины. Вот это передает, в частности, Интерфакс. Глава «Газпрома» Алексей Миллер обвинил стокгольмский арбитраж в нарушении баланса интересов. Давайте начнем с этого комментария, потому что дальше еще будут развиваться события, я вам расскажу. Какие интересы мы могли нарушить, если стокгольмский арбитраж признан независимой и объективной структурой, как со стороны Российской Федерации, так и со стороны Украины? Я в Деврах не хочу сойти, потому что это энергетика, это совершенно другая сфера и сложная сфера. Где есть большой оборот и большие деньги, всегда будет рассуждение о разных ситуациях. Потому что сам газ – это целый магистрал, мы с вами говорили, который расходится по Европам. Сегодня, как транзит Украина, не то, что самый выгодный, а самый необходимый сегодня. Могут обходить, разные дороги делают, разные презентации, но есть пропуска способностей и доставка разных держав. Это один вопрос. Да, вот то, что Миллер заявил, он очень большой игрок. Он думает, все в его руках. Но есть система международная, которая обязана этой системе подчиняться. Совершенно верно, потому что впоследствии появилась новость о том, что все-таки «Газпром» не будет полностью разрывать все контракты с «Накнафтогаз» и, в частности, транзит через Украину будет продолжаться. Безусловно. Буквально через два часа после первой новости о том, что все контракты разорваны. Поверьте мне, это совершенно другая система. Трудно вот только на уровне информации обсуждать. Ну, безусловно. Ну, поймите, на этом трубе сидят весь державы, большие и маленькие. Да, вот Россия, Украина и все. И Европа, и другие государства, Германия. Ну, сегодня Миллер не может только самостоятельно принять решение, потому что здесь есть другие державы. Я вам хочу сказать еще, напомнить, мы два года назад вообще отказались от российского газа. Да. И хочу вам сказать, сегодняшний день у нас проблемы нет. Мы газ находим, у кого покупать, свое добычье есть. Оно не хватает, но процессы, мы нехватка газа не имеем сегодня. Без России, это благодаря Арсену Петровичу Синюка. И вот дальнейший вопрос, который вы хотите мне задать. Подождите, есть точка зрения, вот следующий вопрос вам сдаю, это мнение «Нафтогаз Украина». Они сообщили сегодня о том, что за 15 минут до поставки газа по транзиту, «Газпром» снизил давление на 20% в газопроводах и свел к минимуму продажу газа другим клиентам. Цитирую, «Цель осуществить мечту или о том, что Украина замерзла, или о том, что Украина ненадежный транзистер и отбирает газ. Это было бы очень уместно за две недели до выборов, сами знаете кого. Даже размахивание ядерным оружием не помогает заинтересовать россиян, прийти таки на выборы постоянного, так что нужна какая-то быстрая победа». Конец цитаты, это официальное сообщение в Фейсбуке «Нафтогаз». Вот как вы считаете дальнейшее развитие сценария? Сегодня буквально уже второй день, когда «Газпром» должен выплатить деньги. Это 2,65 миллиарда долларов на «Нафтогаз». Помимо этого, то есть мы 1 марта перевели также деньги, предоплату «Газпрома». Они нам вернули обратно. Вот какой дальнейший сценарий? Как себя будут вести в России и в «Газпроме»? Я могу его посмотреть с двух сторон. Есть реальная картина между «Нафтогазом» и российским сторонам, да, «Газпромом». Реальная работа. Документальная и подача, и производство. А второй есть на уровне слухов. Да, вот как они будут делать. Я вот, честно говоря, стою перед вами, не знаю, ну, сложно тебе объяснить, что будет принимать «Газпром». Заплатить это денег или не заплатить. Но самое главное, мы этот суд выиграли. Мы доказали всем, что вы должны нам. Сегодня не заплатить, но завтра он обязательно заплатит это денег. И не только это. Остальные потери, которые сегодня Россия сделала против Украины. Вы имеете в виду проценты за просрочку выплаты долга? И просрочки выплаты долга, это что касается «Газа» и всех остальных, которые сегодня мы потеряли благодаря России и нашей территории. Я вам хочу сказать, в этом процессе, я больше скажу так, в этом системе должны разобраться профессиональные, которые этим занимаются. Я политик, мне больше интересует развитие державы. Вот как коммунавщик я могу сказать, я живу по месяцам, по кварталам, по полугодиям и по годям. То есть это разного квартала, есть разное время. Хвыч, я хотел с вами еще один момент уточнить. Буквально сегодня стало известно о том, что наше украинское предприятие «Накнафтогаз» уже подписало контракт о доставке газа с польскими нашими партнерами. Как вы считаете, вот в этом сценарии, как себя будет вести опять же Россия? – Смотрите, это рынок. – Да. – Я пришел к тому, кто меня продал и кто хочет со мной работать. Если я не хочу купить у России, это не значит, я в другом месте этот газ не куплю. Самое главное у меня в державе была газ. И страна, и президенту, и премьеру, и всем нам была газ в державе. Это уже самое главное. Остальные – это механизм, который сегодня один отказался, второй продаст. Понимаете, без газа не может оставить население, нельзя оставить население, и нельзя оставить державу, особенно на таком погодном условии. Сможем ли мы, покупая газ у Польши, таким образом показать свою полную независимость перед Российской Федерацией именно в транзисте газопровода? И, возможно, в политическом плане надавить на РФ? Ну, знаете, надавить. – Ну, как политик, как народный депутат. – Надавить. Сегодня видом не напугаешь, надо реальные методы принимать. И пугать мы никого не собираемся. Мы требуем одного – мы отдельная держава, отдельное государство, верны наши территории и действуют так, как по закону во всем мире и Европе. То, что есть международный язык. Если я вас покупаю, продаю его честно и правильно. А если это будет, произойдет. Но на сегодняшний день мы всегда найдем, где купить товар и где его продать. Лишь бы был мир, держава, честно я вам скажу. Главное, чтобы был мир в государстве. Спасибо большое за то, что нашли время, пришли в нашу студию, поделились своими мыслями по поводу последних событий, что происходит в нашей стране. Я напомню, что гостем программы лицом к лицу был народный депутат Украины, член парламентской фракции, народный фронт, член бюджетного комитета Хвыча Мепаришвили. Меня зовут Тимофей Львутин. До встречи на телеканале ЮЭТВ. Редактор субтитров А.Семкин